Денис Валерьевич, очень остро в нашем городе стоит проблема со стаями бездомных собак. Недавно был случай, когда напали на велосипедиста. В силу городской думы как-то способствовать решению этого вопроса? И как вообще вы видите, как можно решить эту проблему? Проблема, она существует. И я постоянно там вижу эти стаи собак, которые ходят и по детским площадкам. И вот у меня, например, на округе между 16 и 14 школами, там есть стадион, там тоже постоянно они вольготно себя такие чувствуют. И были случаи, когда, правильно говорите, там нападали на велосипедистов. Еще вот недавно показали, как на каких-то социальных сетях, где стая собак разорвала кошку. То есть страшная вещь, да, и люди сразу проецируют это на детей, на себя, конечно. Поэтому и администрация городская, и думы, и депутаты все об этой проблеме знают. Какие меры предпринимаются к решению этого вопроса? Нужно понимать, что мы хотим увидеть в итоге. Да, вот есть бездомные животные, да. Значит, понятно, что они попали туда из-за ответственности людей. По каким-то моментам животное, ну, допустим, там уходит из дома, или его выбрасывают, или там, например, пенсионер уже не в состоянии, например, ухаживать за животным, да, и оно там появляется, да. И, конечно, они там сбиваются в некие стаи, да, у них там есть, грубо говоря, и вожак, и стайный вот этот инстинкт, да, нападение и выживание, да. Поэтому задача, как бы вот этот весь процесс как-то создать собакам условия для полноценного существования и жизни. В городе или на улице? Вот вообще, в целом. То есть вот если мы посмотрим там в зарубежные страны, например, там в Европе, в Америке, как это все делается, да, создаются приюты для животных, где в этих приютах создаются все необходимые условия для собак, для их хорошей жизни, да. То есть их там дрессируют, за ними там ухаживают, дают им хорошую там еду, да, готовят их, может быть, к передаче каким-то новым хозяинам, да. Ну и если посмотреть там все эти приюты, да, там уже те работники, которые там работают, они уже считают их как бы своими, по сути дела, питомцами, да, и отдают там всю душу и там энергию им. Поэтому созданы очень хорошие там условия с вольерами для выгула и там подобное. Вот к этому нам надо стремиться. У нас есть ветеринарная клиника, да, государственная, да, вот городская администрация, значит, опубликовывает конкурс, задания, которые вот выигрывает как раз это предприятие. Вот их задача, значит, вот эти все стаи бродячих собак отлавливать, да, дальше стерилизовать, так, и ставить, ну, на учет, да, то есть им там ставится какой-то порядковый номер и тому подобное. И вот на этом у нас задача вся заканчивается, по сути дела, да. И выпускает их обратно, да. И выпускает их обратно. И вот в этом-то и есть проблема. То есть, правильно, первую часть, как бы, чтобы не было бесконтрольного размножения этих животных, да, вот эта часть, она работает, да, но она не убирает второе. Эти же животные, да, они на самом деле половину там собак добрые, такие же, ласковые. Но есть периоды, когда у них, грубо говоря, есть, ну, понятно, что животные голодные, да. Ему надо как-то вот попробовать там еду найти на улице, да. И понятно, что начинаются какие-то вот эти тайные инстинкты, да, когда они там могут напасть на человека, напасть на велосипедиста, на животное другое, да. Поэтому наша задача вот создать сейчас какой-то хороший, полноценный приют, да, для животных, когда вот эти стаи собак перемещаются туда, и они там живут нормальной, полноценной жизнью, с выгулами, с играми, с дрессировками и там подобное. Вот раньше этим занималась у нас КБУ, комбинат благоустройства. Вот, потом его объединили с ДЭПом, с дорожно-эксплуатационным предприятием. И как бы эти функции по этому приюту, по содержанию, да, перешли к нему. Но нужно понимать, что муниципальное предприятие, оно узкоспециализированное. И в принципе, использование денег муниципального предприятия на нужды такого важного дела, но не профильного, это, по сути дела, нарушение. И что вот мы новым созывом Думы уже делаем в этом направлении, чтобы как бы создать вот эти условия для нормального существования собак, которые вот остались без хозяев. Мы, значит, вот решением недавно, где-то, ну, наверное, в прошлом году, передали вот этот, значит, объект приюта, да, который раньше находился, ну, на балансе ДЭПа, в государственную собственность. Это вот как раз... Ну, госветуправление. Да, госветуправление, да. Для чего это сделано? Нужно понимать, что полномочий, полномочий у местного бюджета, у местной власти нету по созданию подобных приютов. Ну, просто раньше, может, там, со времен СССР, там, или, там, со времен, как говорят, там, Каратаевы, да, законодательство было более, грубо говоря, такое мягкое, да, да, и можно было финансировать подобные вещи. Сейчас, там, грубо говоря, четко разделение полномочий, что относится к местным обязанностям, что относится к государственным вещам, да, все это четко регламентировано. И поэтому вот эти функции переданы государственному учреждению, госветуправлению, да. И сейчас мы передали, сейчас идет оформление документов по передаче. Что впоследствии? Впоследствии, когда это будет принадлежать им, мы, ну, уже предварительно там проговорили, что будут выделены, значит, по этой линии достаточно хорошие деньги для создания самых хороших условий для именно жизни собак в этом приюте, питомнике, да. Ну, то есть собак уберут с улицы, и они будут жить вот там, в приюте. Да, да. И поэтому тогда, тогда эта проблема будет исчерпана, да. С точки зрения вот сегодняшней ситуации, мы вот думаем, что там в течение года эта ситуация нормализуется, и будут выделены тоже деньги, и создадим вот нормальные вещи. Можно я уточню? То есть вот сейчас существуют приемники, его будут реконструировать, ремонтировать, да, и превращать в нормальные, современные вещи, которые вот требуются для нормального проживания жизни вот собак. Давайте поговорим про еще одну такую острую тему – мусорная реформа. Уже полтора года она шагает по стране. Вопросы к вам еще как к представителю управляющей компании. Как оцениваете итоги ее реализации? Ну, здесь вот тоже нужно, значит, посмотреть, к чему мы хотим, вообще для чего эта мусорная реформа придумана, да, на кого мы ориентируемся, чтобы вот эту реформу на местах реализовывать, да, куда мы смотрим. Ну, понятно, что на европейские страны, да, смотрим, как там она реализуется и к каким результатам там уже все пришли. Ну вот, например, если посмотреть там статистику, значит, европейских стран, например, там Швеция, там Германия, да, что у них идет стопроцентная переработка мусора, стопроцентная. К этому результату нам еще стремиться и стремиться. То есть примерно 50, там, процентов мусора, который, значит, собирают, да, оно перерабатывается в вторичное сырье, да. Вторые, там, 48 процентов – это используется для получения энергии, то есть это все дело там сжигается, там, дальше дым, газы фильтруются, и в итоге там получается там электрическая энергия, которая там снабжает электричеством, да, вот. А остальной процент, там маленький, там, допустим, 2-3 процента – это тот мусор, который невозможен к переработке, да, и вот его и складируют. Вот к этому мы стремимся. Ну, это культура разделения сбора мусора, но европейцы более… Вот к этому мы стремимся, то есть к этим показаниям. Поэтому, значит, вот снова, сейчас разделилось на две части. Первая часть – это сбор мусора, да, вот, и дальше, когда его туда привозят, там дальше его сортируют, разделяют. Ну, для нас, как для жителей города, да, вот та часть не сильно волнует, да, потому что если там будет эффект, то это будет хорошо, да. Нас волнует, как это все делается на местах, здесь перед нами, как вывозится, как там собирается. Вот, как бы, с точки зрения оценки всего происходящего, как идея, она правильная, ее надо реализовывать. И нужно, вот, кстати, обратить внимание, что, вот, например, там, те показатели, которые сейчас там в европейских странах, а мусорная там реформа началась там 30 лет назад, понимаете? То есть через 30 лет они пришли, потому что у них… Сейчас мы смотрим на них, и нужно понимать, что это работа 30-летнего, грубо говоря, вот этого периода, да. То есть это и привыкание людей к там, к сортировке, к пониманию, к этому, то есть постепенно, постепенно, но вот тот результат, к которому мы стремимся. Ну, на местах понятно, вот мы собирали тут недавно рабочую группу, приглашали регионального представителя по вывозу мусора, это компания МСК, НТ, приглашали там управляющие организации, депутатов, ну, все заинтересованные стороны этого процесса. Ну, было достаточно много таких замечаний к работе, да. Они, в принципе, все идут из жизни, вот из жизни, да. То есть, ну, понятно, что там это вот непериодичность там вывоза мусора, да. Кого она раздражает? Она не управляющую компанию раздражает, она раздражает жителей, да, что вот эти контейнеры стоят около их подъезда, да. Вот. Дальше техника, которая у них есть, да, она относительно новая, но, как за любой вещью, надо следить. Если ты за ней не следишь, не ремонтируешь ее вовремя, да, и та же новая, может, и новый мусоровоз, да, быть негерметичной, да, из него будет все литься, да. И поэтому вот тоже он собрал мусор. Перед подъездом налита эта лужа, да, тоже неприятно. Вот. А кому эти все вопросы адресуются? К депутатам, к администрации. И поэтому нам, в принципе, всем надоело это выслушивать, да. И мы вот начали более кардинальные меры, шаги по взаимодействию с региональным оператором и, значит, показывать ему, уточнять те вот провалы, которые у него есть. Вот. У регионального оператора у него тоже позиция очень простая. Они говорят, мы вот, знаете, мы региональный оператор, мы там находимся в Нижнем Новгороде, в Арзамасе, а здесь у нас на месте работает компания, которую мы наняли в субподряд. Это вот как раз те мусоровозы, которые ездят и собирают, да. И вот они нам тоже, такая позиция очень интересная, да, говорят, ну вы фотографируйте и присылайте нам туда. Ну то есть тоже, ну неправильно. Вы создайте представителя которого, да, который будет выпускать машины на рейс, смотреть, взаимодействовать с управляющими компаниями, чтобы это все... А в Сарай вообще нет ни одного представителя регионального оператора? У них очень часто он меняется, понимаете. Нам даже нужен не представитель регионального оператора, а представитель той компании для оперативного взаимодействия, которая, значит, занимается у них именно непосредственно вывозом мусором, да, как перевозчик. Вот это он нам нужен, да. А у них вон там все меняется, меняется, то один, то другой, нету. Соответственно, если меняется там некий руководитель, то и меняется выстроенная система, которую там пытается каждый руководитель выстроить, чтобы отладить процесс, да. Поэтому вот есть такие моменты, то есть, ну как, если оценку ставить там с нуля до пяти, да, ну стабильная тройка, да. То есть, ну понятно, что пятерка это у нас вопросов нет, то четверка это будет, если мы чуть-чуть замечаем какие-то, ну, мусор вывозится, это уже тройка, да. Ну, соответственно, с замечаниями, с постоянными, да. Ну вот по результатам этой рабочей группы, да, региональный оператор нас услышал, вот. Мы выстроили более прямые линии взаимодействия, то есть вот это очень важно, чтобы не было вот этой бюрократической цепочки, которая влияет на оперативность принятия решения. Вот, поэтому сейчас мы можем спокойно звонить директору, региональный оператор. Ну, сразу туда нужно. Сразу вверх и говорить, вот у нас такая проблема. И он об этом сказал, что он готов принимать такие звонки, да, ну, не в частности там по мелочевке какой-то, а вот если реально вышел мусоровоз, и он весь квартал, значит, облил этой своей там грязью, да, это такие очень важные моменты. А что входит в полномочия управляющей компании, и что в полномочия к открытому региональному оператору? То есть вот, например, выкинули жители мусор в контейнер, какие-то пакеты не поместились, и они лежат рядом, то есть как это все делается? Ну, вот смотрите, с точки зрения вообще выстроенной системы, да, вот правильной, да, значит, житель должен использовать мусороклапан для направления мусора в мусорный контейнер, да, допустим, ну, либо там выносить его в мусорный контейнер, да, который, если стоит около подъезда. Вообще по правилам и нормам у подъезда ничего не должно стоять. А если нет мусоропровода? Тогда есть, например, вот в старом районе, как это делается, там создаются площадки, да, ну, например, огражденные, там стоят мусорные там баки. Я имею в виду, что у некоторых домов управляющей компанией по просьбам жителей, в связи с тем, что мусор, значит, не может войти пакет в те мусороклапаны, которые есть, да, они просят иногда ставьте контейнер около, значит, подъезда, да, и вот мы выходим и туда кладем, да. Вот это вообще неправильно. Поэтому, значит, вот мусор кинули в мусороконтейнер, значит, задача управляющей компании вывести этот мусорный контейнер в назначенное время согласно тому графику, который, значит, утвержден с региональным оператором. Я, как обычный житель, могу с этим графиком где-то познакомиться? В принципе, конечно, в своей управляющей компании можно спросить, какой графикой в какой период вывозится мусор, да, вот. С одной стороны, у регионального оператора в законе, да, прописано, что он может там до 9 вечера, ну, в течение суток вывезти все, да, но и поэтому, в принципе, в любой момент времени, когда этот контейнер будет находиться на улице, он будет находиться там законным образом, да, вот. Но, тем не менее, мы просим региональный оператор, так как, чтобы это все дело было в первой половине, как минимум, дня, когда люди там на работах, вот, чтобы не доставляло им никаких неудобств. То есть наши работники вывозят этот контейнер, грубо говоря, к краю тротуара, вот. Дальше подъезжает этот мусоровоз, он туда это все дело закидывает, и вот с этого момента и начинается полномочия регионального оператора. Вот только с этого момента, то есть с транспортировки. Вот. Все, что до, это не его полномочия, это управляющая компания. Поэтому, если мусор около подъезда, делает это управляющая компания, да. Если люди выставили какой-то крупногабаритный мусор, ну, по идее, они не должны были его выставлять, они должны были сделать заявку, приедет специальная машина, они оплатят, и это. Но по факту происходит, что, значит, люди выставляют и крупногабаритный мусор около подъезда, и поэтому наши сотрудники приезжают, забирают его, а потом региональный оператор говорит, вот подъезжает газель, вот, и вываливает туда целый, в этот, в контейнер, который стоит для крупногабаритного мусора, да, вот в дворах такие большие, да, и говорят, вот подъезжает газель и вываливает туда мусор, да. А этот мусор, который мы же собрали около подъездов, понимаете, вот. И заполняется эта вся вещь. Поэтому полномочия здесь у нас до момента, как управляющая компания, до момента вывоза этого мусора у регионального оператора пуска. А вот вы сказали, текущие мусоровозы, это все, вот, что после него остается, это тоже управляющая компания убирает? Значит, конечно же, это должен убирать региональный оператор. Ну, казалось бы, да. Казалось, потому что его техника не соответствует нормам, вот. Но оперативность этих вещей, да, она, ну, вот, представляете, то есть мы должны им туда позвонить, зафиксировать. И если хорошо, что они будут с нами говорить, ну, на одном, как говорится, языке, и понимать, что это не спорить, как говорится, да, а то, может, могут же и сказать, вы подтвердите факт. И в итоге получается, что, значит, все это делает управляющая компания. Вот, но в полномочия управляющая компания это как бы не входит. Потому что даже та территория, которая, на которой это все происходит, около подъездов, она не входит в придомовую территорию. Обычно у нас вся придомовая территория в 90% домах оканчивается отмосткой вокруг дома. То есть, по идее, формально управляющая компания вообще за территорию не должна заходить. Вот, но по факту управляющая компания и косят вокруг, значит, дома и газон, да, и убирают, там, и ремонтируют около, грубо говоря, около подъездов чуть-чуть дальше, даже дорожки перед домами, как бы, да, потому что, ну, жители ассоциируют это дело с управляющей компанией. Да, на самом деле это совокупное такое действие по содержанию, например, квартала, да, там где-то управляющая компания выполняет свои обязательства, где-то какая-то подрядная организация, которую наняли администрации, например, по уборке внутриквартальных территорий. Но для жителя подчас это все управляющая компания. Он не хочет разбираться, чья ответственность, да, для него важно, чтобы было во дворе там чисто. Вопрос, мы уже затронули раздельный сбор мусора. Как вы считаете, он, в принципе, у нас приживется? Есть ли у жителей желание? Я вот считаю, что так как вот пропаганда в этом деле, она нужна. Может быть, даже какие-то законотворческие вот инициативы и толкать жителей на, значит, вот эти все моменты. Ну, без ущерба, конечно, финансовой составляющей, да? Ну, да, вот я, насколько понимаю, вот реализация вот этой мусорной реформы в плане раздельного сбора мусора, она сейчас невыгодна жителям, потому что вывозить этот мусор будут... Вот с одной стороны, с одной стороны, нужно ту же модель смотреть. То есть вот я, конечно, тоже против, что за вывоз мусора платят жители. Да, казалось бы, я отправляю на переработку, и из моего бусора что-то сделают. Да, с другой стороны, даже если посмотреть европейские страны, да, то, например, в той же Германии, да, значит, стоимость на квартиру, там, небольшую, да, такая же, как, ну, там, 60 метров, да, стоит примерно около, там, 200-250 евро в год вывоз мусора. Вот, поэтому это, там, посчитайте, 16-17 тысяч рублей это стоит. Вот разделить на 12, получается, там, очень такая хорошая сумма, да. И логика-то какая, что житель, вот тот мусор, он же появился, а откуда? Ты купил, там, продуктов, ты... То есть это мусор, который создал житель, правильно? И, значит, чтобы его, значит, утилизировать, ну, то есть он должен его, ну, по сути дела, отправить на транспортировку, и во всем в тарифе-то по большей части идет именно транспортировка-сбор, понимаете, вот. Поэтому оплачивают вот эту составляющую, да. А дальше уже, значит, получая из этого мусоропрорабатывающий там завод, получает какую-то прибыль. В идеале, в идеале, как бы из логики вещей, ну, классно, мы вам передали продукт, да, ну, по сути дела, да, материал, да, вы из него делаете какие-то свои благи, вы зарабатываете на этом, потому что некоторые, например, Швеция, она уже давным-давно на этом зарабатывает, и ей не хватает, например, своего мусора, да, и она покупает, забирает его с соседних стран, понимаете. А те, так как стремятся к таким показателям, как той же Швеции, да, соседние там страны, и этот мусор им туда отдают, а они перерабатывают, делают вторсырье, энергию, и там подобные. Это целый бизнес-процесс. И, по идее, бы он должен, как бы, балансировать с точки зрения, там, затрат. Вот жителей не надо ничего брать, вот, вы зарабатываете, и, ну, вот, нигде так нету, чтобы жителей не брали, нигде. Поэтому, так как мы по такой же модели идем, она вот и реализуется. То есть раздельный сбор мусора, я вот говорю, пропаганда, она должна быть, да. Ну, я думаю, что пока никто не готов делать дома раздельный сбор мусора. Ты же вот начинаешь с дома, да, с себя, да. То есть вот у тебя должно быть, там, образно, там, три пакета, там, стекло, бумагу, там, пищевые отходы. Я считаю, что нужно сначала условия создать, потому что я вот лично готова. Вот. Но я не могу его никуда сдать. Все это правильно, да. Но нужно же понимать, что, значит, сначала это должно быть идеологическое какое-то понимание не только, там, у вас и у меня, да, а у большинства людей это понимание быть. Поэтому поставить, то есть эти контейнеры для раздельного сбора мусора, он сейчас, и это можно сейчас сделать. Это можно даже дом, проведя общее собрание жильцов, он может принять решение о том, что давайте делать раздельный этот сбор мусора, да, и мы поставим там три контейнера, и региональный оператор это будет. Ну, я пока не знаю, как он это будет возить. Он, скорее всего, будет снова туда делать. Но, тем не менее, это вот из таких мелких шагов должны быть вот эти вещи. И оно как-то может быть не просто пропагандой, да, значит, влиять на жителей, а может быть какие-то, ну, стимуляции. Вот это как есть, например, там, нарушил правила дорожного движения, да, в первые есть там несколько дней, там, платишь, да, там, у тебя скидка 50%. То же самое. Если ты хочешь экономить на мусоре, вот ты, например, платишь, там, ну, 300 рублей, например, за мусор, да, в месяц, вот если ты его делаешь раздельно, ты не платишь ноль. Это как с электрокарами, да. Если выстроить какую-то взаимовыгоду с жителем, да, то давать ему какую-то льготу или, там, компенсировать что-то, то этот процесс будет реализовываться гораздо быстрее. Поговорим про текущее благоустройство. С какими проблемами депутаты сталкиваются, когда хотят благоустроить двор свой? Все упирается в деньги. Мы, все депутаты в Думе, представляем, что нужно для своих округов. И эти все наши желания, они сто процентов совпадают с наказами жителей и избирателей. Но нужно понимать, что бюджет, он ограничен. Реализовать все, что мы видим, и, ну, конечно, вот мне жители там говорят, Денис, ну вот здесь, например, там дорога, ну ты посмотри, какая, да я вижу. Я уже тысячу раз написал в администрацию, чтобы запланировали эти работы, да. Но когда этих вещей 100, а бюджет только на 10, ну и происходит такая вот выборочная модель, да, ремонта. Ну иногда, например, вот понятно, что некоторые жители, ну это просто нельзя знать, например, да. Вот они говорят, ну сделайте нам вот здесь уширение, например, проезжей части, да. Уже когда начинаешь разбираться, да, там, например, проходит там магистральная теплотрасса, да. Или там идет высоковольтная линия передачи электроэнергии, да. Вот, и поэтому вроде бы вот он двор, вроде бы вот место для той же там площадки для уширения, да. А на самом деле там идет, и вот жительным говоришь, ну вот здесь не получится. У меня вот на округе такие моменты были. Насколько я понимаю, еще проблема в том, что вот заключают контракт, они находятся желающих этот контракт сделать. Да, с точки зрения вот имеется в виду тех вещей, которые реализуются на округе уже. У нас, как у депутатов, есть возможность делать как бы наказ администрации в размере там 600-500 тысяч, показывать, что конкретно делать на округе. Это некая такая джентльменская договоренность между администрацией и депутатами. В принципе, мы этого можем, и они могут нас не слушать об этом, потому что они сами занимаются там тем же благоустройством, да. Но мы сказали, ну, ребята, мы должны, у нас должны быть какие-то инструменты для взаимодействия с жителями, выполнения их наказов, да, в какая-то квота. Вот администрация там с трудом выделила нам вот эту вот некую сумму. Эту сумму просто на то, что мы должны говорить, а они будут делать по нашей заявке. Сталкиваемся, да, с проблемами, что после того, как администрация объявляет конкурс, да, подрядчики не приходят, на конкурс никто не заявляется, вот. Конкурс откладывается, а обычно это работы, связанные с там установкой детских площадок, это работы, которые надо делать в летний период. Почему отказываются? Мало денег? Я считаю, что проблема, то есть вот администрация, она достаточно такой сложный, такой организм, да, поэтому там нету такой определенной оперативности. То есть чтобы разместить конкурс, надо им сначала сделать калькуляцию, да, оценить в тех условиях, например, мы делаем это, начинаем это делать в мае, да. Вот они этот процесс делают, оценили, сколько денег нужно, там запросили разные коммерческие предложения, оценили, сколько на май это делать. А из-за того, что как бы бюрократическая вот эта составляющая очень большая, реализация начинается в, например, там, в июле. В итоге те цены, которые уже не актуальны, они не могут оперативно это все делать в связи с вот такой структурой. В середине лета другие уже цены, и уже подрядчикам неинтересно. Ну, если это всем известный факт, почему нельзя изначально закладывать какую-то большую сумму? Если ты знаешь наперед это все дело, то да. А с точки зрения, вот если посмотреть, там, например, как оценивается вот любой конкурс, там есть сейчас по новым требованиям, ну, они уже там какое-то время существуют, ты должен доказать цену. Доказать не просто вот с потолка, давайте купим там стол вот этот за 20 миллионов рублей. А, ну это проверки чиновников, да, чтобы не было... То есть обязательный конкурсный документ, вот, это есть обоснование цены. И обоснование цены ты делаешь на сегодняшние условия. Ты не можешь делать обоснование цены на гипотетически, что там в августе будет дороже цены. То есть вот оно. То есть понятно, что бизнес, те предприниматели, которые, ну, вот, они все оперативно делают. Раз, два, три, все сделали. А вот государство, ну, у него есть такая некая инертность. И иногда вот те изменения цен, которые происходят, они делают контракт невыгоден для подрядчиков. Хочу я детскую площадку во двор как житель. Я ее хочу в начале лета, а не в осенью. Понятно, понятно. Ну, нужно понимать, что идеально, чтобы ее поставили до лета, там, да. Ну, нужно понимать, что вот в сложившихся условиях достаточно сложно вот взять и, например, в начале лета. Потому что выполнение задачи, она многогранная, да. Если бы, вот, как говорится, был бы один человек, который ответственный за все, то вот, например, даже в нашей управляющей компании мы, как бы, весь спектр оказываемых услуг, да, взяли на себя, чтобы мы за все отвечали. То есть у нас нету подряда вообще никакого. То есть если там, например, там, аварийная служба своя, лифтовая служба своя, там, паспортный стол свой, там, биллинг свой. Ну, вот единственное, что у нас не свое, это вывоз мусора. Вот, и все. Поэтому здесь тогда очень просто. Ты отвечаешь за все. С точки зрения благоустройства округов, да, есть такая, как бы, проблема, но она в основном на специфические какие-то товары. Наша программа подходит к концу. С нами был Денис Щербуха, депутат, председатель комитета по городскому хозяйству.